Девушки отдыхают 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 Жить при таком очень тяжело. У нас очень много знакомых в Мариуполе сейчас. Мы не знаем с ними нет связи. Мы за них молимся. Просто у меня даже племянница с внучкой. Они в мирном Мариуполе подали сигнал спустя трех недель. Они живы, но они не знают, как дальше будут. Потому что у них нет свой транспорт разбит и их не вывозят. Они голодают, они пьют воду с руками. Они говорят, что жизнь становится очень неприятным. Нет, они не могут больше жить. Потому что каждый день у них есть серены пять раз в день. Они не имеют бутылки, поэтому они должны найти место где-то, где-то в коридоре, где-то у них есть муры, где-то у них сильная поддержка. Они говорят, что у них есть друзья в Мариуполе, которые чувствуются, но они не могут выходить, потому что они не имеют свои машины. И они заставят туда. Они не могут больше не идти. Я считаю, что всеrem, что происходит, и в будущем, чтобы они вернуть их, они не воспринимают, и авторожен, потому что все остальные опады, которые не ответят. Но с дочкой, что интересно, это для них они скажут, это для их украины, и они ощущают себя украиней. Продолжение следует... 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 Но когда все будет расслабляться в Украине, они хотят вернуться к своей семье. Потому что жизнь находится там, семья находится там, работа находится там. Счастлива, вернуться. Как у вас был ваш приют, ваш господин приемство здесь в Катанзаро? Все, да, нам все помогли, нам все помогли, нам все посказывают. Стояты и я очень благодарна. Они принимают, все понимают, все понимают, мы посказывают, мы посказывают, конечно, посказывают. Висто, что не знают язык, используются телефон, но они очень хорошо. Что бы вы хотели сказать нашим людям, которые остались там? Что все страны нас поддерживают. Мы ехали, с каждой страны пересекали и останавливали автобусы, которые едут в Украину. Просто люди, ваши итальянцы, Словения, Венгры, они поддерживают, они гуманитарку даже в автобусы. Вот, насколько на станциях были, они даже гуманитарку передают. Даже просто люди грузят на машины. Это настолько поддержка, это поддержка Европы, это сумасшедшая поддержка. Благодаря тому, что наш народ стал еще дружнее и Европа нам помогает. Мы стали сильнее, наша Украина стала сильнее. Я думаю, что сейчас украинский народ будет становиться сильнее. И он рассказывает мне о том, что он получил, чтобы приехать здесь. И где они остановились, были люди из различных стран, которые привезли к себе, к себе, что они нужны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... C'è un mondo dell'associazione, una rete di associazioni che si è mossa dal giorno dopo delle prime bombe, dal giorno dopo che è scoppiata la guerra. Quanto è importante l'azione appunto del volontariato, quando le amministrazioni locali, quando la politica è distratta e distante? Devo dire che è la fortuna che il volontariato esiste. La fortuna purtroppo non è mai troppo riconosciuta che in una nostra realtà come quella di Catanzaro esiste il centro di solidarietà calabrese e in più esiste una realtà come quella di Mondoroso. Non è la prima volta che collaboriamo e collaboreremo ancora con queste realtà. Secondo me sono realtà che non sono mai state valorizzate per come meriterebbero. In questa circostanza devo dire che ancora una volta sono stati pronti ad accogliere queste splendide creature che arrivano in un mondo di guerra. Per quello che ci riguarda il sorriso della bimba ci ripaga di qualunque tipo di sforzo, per quello che è il nostro pensiero, la solidarietà e la fratellanza in questo momento vanno a supplire alle mancanze o ahimè continue della pubblica amministrazione. Io se mi permetti faccio solo un breve accenno a quali possono essere le disfunzioni, ossia all'assenza e alla carenza di linee guide che non devono essere solamente scritte, ma devono essere linee guida assolutamente praticate e praticabili soprattutto. Immagina che dopo cinque giorni di viaggio con la bimba, giustamente dovendosi sottoporre al tampone, abbiamo atteso circa due ore e mezza che i tamponi venissero fatti. Per cui solo dopo due ore e mezza ci siamo potuti muovere e accompagnare per rifocillarsi e per diciamo farsi che arrivasse il giusto riposo queste signore qui al centro. Questo non dovrebbe accadere, non dovrebbe accadere. Io mi auguro e chiaramente l'augurio dell'Associazione Libera Ucraina in Italia è che al più presto sia la regione Calabria, la città di Catanzaro predispongano dei piani di intervento reali e immediatamente esecutivi, in modo tale da rendere facile anche l'arrivo di queste persone ed efficace la nostra accoglienza. Grazie. L'Italia la senti un po' come la tua patria, mi dicevi, ma nel cuore hai i valori dell'Ucraina. Sì, sì, assolutamente. Dove vivi questo momento? Io vivo questo momento, l'ho vissuto dal primo giorno che è iniziato. Un giovedì mattina mi chiamano i miei parenti, stiamo mettendo le cose in macchina, stiamo scappando dalla città per rifugiarsi nei paesini. È stata una cosa mai immaginata, non se ne immaginavano neanche loro, nonostante nei giorni precedenti i militari russi corteggiavano già il paese, però è stata una cosa improvvisa, non aspettata assolutamente, nessuno se l'aspettava una cosa del genere. Sì, sì, assolutamente.